Следующим шагом мы рассмотрим условный require. Ранее выражение внутри require было известно на этапе сборки. То есть в предыдущих приложениях было понятно, что мы подключаем, например, about или home. Но это не всегда так. Рассмотрим, например, приложение, которое получает url, и в зависимости от url оно решает, какой модуль подгрузить. То есть, по сути, это пример простенького роутинга. Если человек зашел на slash home, то модуль name будет home. И тогда оно должно подключить модуль home и его вызвать. Если человек зашел на slash about, то, соответственно, получаем require.slash.about. И оно выведет уже результат запуска этого модуля. Давайте запустим сборку и проверим, что из этого выйдет. Webpack. Мы видим что-то странное, да? Какие-то ошибки. Что же произошло? Образошло следующее. Если внутри require находится не просто название модуля, а некое более сложное выражение, то Webpack пытается его анализировать. Эта тема более-менее раскрыта в документации. Нужно зайти в Webpack. Документацию. Посмотреть там контекст. Вот здесь в API. Если у нас есть require, и здесь находится какой-то префикс, потом выражение, а потом какой-то суффикс, то этот require в Webpack преобразует. Преобразует он его так. На основе префикса определяет, какая директория. На основе суффикса определяет регулярное выражение, которому должны соответствовать файлы. В данном случае вот такое. И после этого ищет все-все файлы, которые могут под это подходить, и запихивает их в сборку. То есть в данном случае проблема в том, что он в текущей директории пытается найти все файлы и добавить их в сборку. Но он не может добавить в сборку App.js, поскольку App.js там вроде как уже есть. То есть по второму разу у него добавить не получается, вот он ругается. Соответственно, что можно сделать? Можно сделать так. Здесь создать директорию, назвать ее roads. Затем вот это и вот это перенести в эту директорию. И потом здесь сделать так, roads.modelName. Теперь вебпэк, когда увидит вот это, то он в директории roads найдет все файлы и включит их в сборку. Давайте посмотрим. Ура! Видите, что собралось. Посмотрим внимательно. Смотрите, тут вот App.js, да? А здесь ниже строчка. Что она означает? Она означает, что в директории roads найдены все файлы, подходящие под такой вот regexp. Этот regexp берется из суффикса. То есть если бы здесь было точкой JS, то вот видите, regexp поменялся. Давайте верну как было и посмотрим на итоговую сборку. Вот она, видите, файл всего один. В этом файле находится шапка. Дальше находится App.js. И дальше интересный момент. Как вебпэк организует подключение нужного модуля. Для этого он использует специальный промежуточный модуль, который называется контекст. То есть в данном случае вот это преобразовано вот в это. Он подключает промежуточный модуль и передает ему путь. Промежуточный модуль, контекст, хранит внутри себя информацию о том, какие файлы подключены и умеет возвращать нужный. Вот он. Как видите, здесь есть и информация о файлах, и некоторые вспомогательные функции, из которых нам сейчас важна та, которая экспортируется. Эта функция позволяет по пути получать нужный модуль. Самые модули находятся ниже. Вот они. Два-три. То есть контекст, по сути, хранит соответствие путь ID модуля. Заметим, что описанная автоматическая генерация контекста и подключение всех файлов из директории возможны только при описанной структуре выражения внутри require. То есть, директория плюс произвольное выражение плюс суффикс. Если это поменять, например, вот так. Несмотря на то, что эта функция возвращает, по сути, то же самое, что уже здесь было, VPK-овский анализатор разбираться не будет. Он не увидел правильную структуру здесь, значит, он считает, что здесь какой-то черный ящик, непонятное выражение. Непонятно, значит, нужно подключить все. Откуда? Из текущей директории. И мы получим ту же ошибку, которую раньше. Несмотря на простоту, потенциал у такого require достаточно велик. Даже если в roots есть внутренние директории и файл нам нужен, видите, coolstuff, то давайте проверим, будет ли это работать. Будет. Потому что, видите, в сборку вошло как и bal.js, так и coolstuff.js. При заходе на этот адрес, видите, все выводится, все хорошо.